здравствуйте дорогие зрители друзья приветствую вас на своем канале кто первый раз пришел ко мне на канал я хочу представиться меня зовут оля друзья мы сегодня поговорим о клубнике она же земляника наша виктория как нужно ее укрывать на зиму мульчировать и летом тоже полезно ну что друзья разбираемся вместе для того чтобы мульчировать нужно нас собирать хвойный опад а у нас его очень и очень много от сосен друзья я каждый день собираю хвойный опад сегодня насобирала очень-очень много и еще повезу друзья хвойный опад детям я очень люблю люблю пользоваться хвойным опадом а не скошенной травой не потому что у нас его много а потому что он полезней вот видите сколько насобирала давайте разбираться вот видите это клумба у меня их пять клумб пять грядок точнее сказать вот хвойный опад или мульча под клубнику друзья поможет сохранить во первых влагу в почве посмотрите и предотвратить друзья сорняки ягоды будут чистыми чистыми и слизни улитки не будут кушать ягоды а почему думаете а потому что улитки и слизни ползать по хвои не умеют еще сохраняет рыхлость почвы и вот плотная корочка не будет на поверхности вот ведь я начала делать осталось нет полторы грядки здесь и еще друзья самое важно не забываем поливать вот некоторые думают ну вот уже осень у них грядки у них виктория сухая и говорят ой да усерновать уже осень можно не поливать поливает друзья нужно обязательно даже не когда нет ягод это обязательно на следующий год и ягод будет меньше если осенью поливать не будете ну конечно и подстригать нужно усы убирать это тоже обязательно но полив важен осенью тоже важен полив не будете поливать значит не будет урожая ягод и еще друзья защитить летом от перегрева а зимой от заморозков мульчируем именно хвоей а не травой от травы корни у кустов могут сгореть летом вокруг кустов вокруг толстая толстый слой посмотрите и дополнительное питание макро и микроэлементами и еще друзья хвоя она не сорная а трава скошенная сорная друзья хвойный опад разлагается конечно же не медленнее значит послужит не один год как всегда со мной в любопытный вольф все контролирует на на вольфик все контролирует все нужно знать охраняет друзья хвоя лучше повышает кислотность грунта а клубника она любит чуть-чуть подкисленную почву вот она не способна закислять чрезмерно сильно грунт еще друзья острые иголочки у хвои надежно фиксирует в грунте и почва не размываются водой вот какой полезный хвойный опад друзья хорошо пропускает воздух и влагу и почва становится воздуха и влагопроницаемой и еще друзья на ягодках нет плесени гнили и не распространяется грибковые заболевания и друзья хвоя содержит фитонциды и еще хвойная мульча классно вписывается ландшафтный дизайн да на мой взгляд выглядит аккуратно а кстати и не будет фитофтороза посмотрите какую тыкву я вырастила очень 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 в этом году много кабачков тыков посмотрите видимо-невидимо вот такой урожай тележки вот здесь беседки и посмотрите видите очень много маленьких но я все равно сегодня буду все все убирать потому что скоро будут холода скоро будут дожди и вот эти цветочки они съедобные они очень очень вкусные посмотрите какая тыковка вот моя рука а вот тыква и опять тут вольф это что такое любопытная собака конечно жалко что заканчивается лето осень теплая ну далее посмотрел прогноз что все вот завтрашнего дня все холода дожди и я сегодня все все убираю если бы конечно постояла бы еще месяц погода то и кабачков было бы много и тыков тоже было бы много но что сделаешь убираю все сегодня и посмотрите какая классная погода сегодня и много много рябины в этом году говорят если много рябины значит будет зима холодную но посмотрим и решила я собрать немножко рябины сделать на зиму сок концентрат потому что это кладезь витаминов очень много витаминов аскорбиновой кислоты и много микро и макроэлементов очень очень полезная немножко пособирала и конечно же оставил птичкам а то зимой им кушать будет нечего вот пособирала здесь не морфушка контролирует там контролировал вольф здесь морфушка вот мои домашние классные животные а как без нее друзья без них скучно морфушка мышковать пошла природа классная природа красота друзья воздух чистый чистый не то что в городе ну и по городу тоже скучаем иногда конечно же выбираемся в город после дачной работы мы выбрались в город решили прогуляться по ночному городу это город перим гуляли гуляли ходили по магазинам и прошли такой запас такой аромат конечно же мы не удержались и решили зайти в тот классное кафе на улице классно тепло хорошо последние последние денечки бабьего лета а завтра уже дожди и мы решили посидеть в этом уютном красиво классном кафе заказали пицца пицца цесарь очень вкусные и кофе капучино так подкрепиться спокойно тихо уютно конечно же мы не только на даче и отдыхаем тоже вкусный уютный вечер в прекрасном городе теперь друзья пицца конечно очень было вкусно расслабились конечно немножко и обратно в путь нужно уже ехать потому что мы поедем на дачу а а мы сейчас в городе перми из перми до кунгура час и от кунгура до нашей до нашей дачи еще час так что примерно нам ехать около двух часов но мы сыты отдохнувшие все классно едем обратно на дачу начиная от трассы перми кунгур ну и все друзья приехали на дачу а на даче тишина спокойствие то что надо ну и все и и а и и и и и